после того как ты много много минут находишься внутри машины а будем честны внутри автобуса который вывезут тебя домой и у тебя есть обязанность и ощущение полной ответственности что ты должен провести прямой эфир и ты находишься в пробке это конечно это мучение но я надеюсь то что вы меня простите и надеюсь то что сегодняшний прямой эфир станет таким успокоением а пока я хочу вам сказать меня зовут аслишо это разговора простом и сегодняшний гость у нас не просто а человека который сейчас секунду мысли соберутся не могу назвать какой-то напиток но я прям чувствую как вот как силы сила возвращается ко мне ну что вот так сделаем окей поехали прямой эфир вчера мы общались чушамбе алуатву кстати эфир мне очень понравился и чушамбе тоже признался что ему понравилось отвечать на не совсем удобные вопросы ему понравилась активность со стороны вас да и еще он сказал о том что скорым временем у него появится некое видео обращение потому что вчера к нему пришла одна идея во время именно нашего прямого эфира поэтому начать нашего прямого эфира еще раз всех поклонников чушамбе самого чушамбе алуатва за такой хороший эфир и вообще это хорошее начало еще раз напоминаю для тех людей которые меня не знают меня зовут асашу акинбеков я занимаюсь многим многими вещами но одна из тем которые последнее время и во время карантина стало неким таким моим хобби это провести прямые эфиры с разными людьми и только со звездами но и с простыми земными смертными которые живут работают получают 48 тысяч 350 рублей и как бы суть моих прямых эфиров было в том чтобы просто сделать эти карантин не интересными но по причине того что я недавно упал и дома оставался я возобновил эти прямые эфиры поэтому вот к чему вот вчера начался новый второй сезон вторую сезон это говорю как будто дом 2 виду и сегодня у нас гостях фатима девушка прекрасная девушка добрая девушка которая начала начала ставить кирпичи в доме который называется мода в таджикистане понятное дело что до нее были много много людей которые сделали больше больше но в процессе разговора вы поймете почему именно ее я пригласил к себе в прямой эфир и до того как фатима зайдет в эфир а я напомню сейчас что она кушает салат какой-то там диетический потому что когда я позвал он написал что а что у меня есть возможность пока перекусить я хочу спросить как вам изображение связь нормально нажмите сердечки и отправлять всякие знаки и самый главный вопрос что со звуком я груз и чёрт 356 258 если все нормально то я готов начать основную часть нашего эфира так так подожди подожди хорошо отлично да вначале отлично все 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 а им понял а им понял отлично классно я рад я рад вчера кстати связь была просто страшнейшая многие вещи которые я хотел предварительно спросить у чур шамбе я забыл потому что вот эти моменты вот они прямо мешали но сегодня по-моему будет лучше 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 надеюсь хорошо хорошо время москве 2132 у меня 13 14 процентов заряда все 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 отлично у кого день рождения поздравляю с днем рождения у кого плохое настроение ребята вообще миру пофигу что у вас плохое настроение поэтому давайте давайте выше нос и налейте себе щир чаю и все будет хорошо у кого родился сын были всеми медсестрам подарки у кого подписание какого-то договора не надо ничего отмечать закончить проект а потом можно устроить ташкилий а у кого у кого все будет просто обычный стандартный рабочий день шукру шукру гуи не назад а взрушила хорошо ну что фатима мы готовы я уже тут в течение пяти минут прям публику подготовил все прям в хорошем нас настроение как правильно в хорошем настроении в хорошем настроении у меня здесь есть редактор который же так редактирует потому что есть уже жалобы что я могу говорить не совсем правильные слова и не совсем правильное предложение поэтому только что я нанял редактора за 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 два сэндвича и за хорошее кофе по утрам фатима кто видит фатиму я пока ее не вижу хотя если ты здесь давай заходи мы начнем тот эфир который мы обещали а пока звучит приятная музыка давайте сделаем так папа папа будем искать сами фатиму неужели ее салат столько времени у нее отнимает ok мы можем импровизировать эту ситуацию давайте если пока нет фатимы я готов принять первый звонок звоните кстати по поводу знаете моего отношения к прямому эфиру я хотел сказать что мне нравится конечно эфир мне нравится что есть обратная обратная связь что люди общаются люди реагируют но иногда на самом деле нужно себя вести сдержанные по по многим причинам например что там могут быть дети там могут быть люди с слабыми нервами но самое главное вот вы когда же смотрите телевизор до ведущий не начинает там я не знаю слиться эмоционально реагировать то есть он как бы делать свое дело да мы можем там разное сказать по разному с реагировать но человек делать свое дело он если это развлекательный контент он развлекает это совет это информационный контент он информирует и и так далее так далее так далее если это аналитический но вы поняли поэтому я прекрасно понимаю что иногда нужно на многое закрывать глаза да на многие некоторые вот эти вещи но мы будем конечно же блокировать тупоголовых и идиотов это как бы никто не отменяет окей те люди которые спрашивают кто такая фатима фатима модель она является представителем нескольких серьезных таких организаций в в азии то есть в азии но неким представителям в таджикистане она является владельцем магазина салона красоты вот у нее она входит в список людей у которых большее количество подписчиков это имеет имеется ввиду в таджикском сегменте эта девушка которая является одна из одна из ярких лиц ярких лиц именно вот в теме модели то есть модели поэтому мы будем говорить о разном как она все это начинала и что она планирует потому что по-разному кто-то занимается благотворительностью кто-то выходит замуж кто-то уезжает учиться в университетах европы и штатов по-разному но многое 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 мы сегодня узнаем ждем дамир дудов говорит о том что слышу вы сами срываетесь это не прав угодно может быть может быть вы правы а может и нет наш подписчик я не знаю какая она модель но она уже опаздывал но как там говорят где девушки имеют право опаздывать но на самом деле начнем с того что я вообще опоздала да да мой редактор говорит о том что она не опаздывает поэтому не знаю а ты сейчас редактор слушает все что я говорю и можешь жестами жестикуляция мимикой показывать что да да главное голос не подавая ну что все я вижу фатиму и так дорогие друзья наш гость и будет сейчас интересно громко весело ну дальше не знаю дальше будет зависеть от нее от меня и от спасибо привет сейчас секунду ребят я сейчас зарядник оторву и фильтр поставлю я тоже не накрашен фатима 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 вот сейчас у тебя вот фильтр стоит какой-то это как называется маска маска хорошо хорошо я хочу начать свою беседу с тобой со слов поддержки в адрес тебя мне кажется что ты очень сильная девушка ты напоминаешь мне девушек которые вот девяносто четвертом девяносто пятом девяносто шестом седьмом занимаясь танцами в таджикистане и общество разделяется на две части половина осуждала половина говорила что это искусство и то же самое когда началась вот эта тема можно подиуме и тому подобное и когда вы появились тоже общество родилось на две части но тут было больше осуждений чем поддержки и вот ты одна из тех кто достойно это как бы носил вот название модели и и вот сейчас ты говоришь ребята я модель я профессионал я тебя поздравляю я думаю что это только начало поэтому в гостях у меня сильная девушка в первую очередь спасибо я согласна и мне это очень приятно слышать именно от тебя вот на самом деле это так осуждали никто не поддерживал это только-только душан бэй уже к этому идут и только-только они понимают что на самом деле это намного больше чем просто там пройтись по подиуму и сейчас многие девушки у нас таджикистане хотят прям пишут звонят просятся то есть развиваются хотят уже раньше это было как-то дико но сейчас уже нет сейчас уже все хотят заниматься этим вот поэтому спасибо большое ты можешь рассказать этот момент как твоя жизнь изменилась и вот этот путь стал идти вот в сторону моды когда началось все случайно или же ты все запланировал нет я училась в технологическом университете на художника стилиста по костюмам но дизайнерский факультет вот и так получилось то что мы каждый месяц проводили показы мод то есть мы сами студенты шили костюмы и сами же одевали их показывали делали какие-то показы вот а потом на четвертом курсе если я не ошибаюсь в укумат отправил нас в казахстан на фестиваль вот мы туда полетели я полетела как модель а моя учительница как дизайнер вот и что-то там я то есть не было ничего такого серьезности что прям я хочу заниматься моделингом такого не было но когда меня заметили я прошла финал я выиграла получила первое место то есть таджикистан среди всей азии понимаешь твой флаг стоит ты побеждаешь это на самом деле дает тебе стимул и ты хочешь дальше этим заниматься и так получилось то что я уже дальше начинаете заниматься всерьез когда я только вот первый раз тебя увидел потом вот это инстаграм тема мне показалось что ты одна из тех кто вот придумывать себе образ да что вот там флаги меня знают меня поддерживают а потом я стал слышать вот эти комплименты в твой адрес и мне и мне реально вот было приятно что вот эта индустрия через вас через вот таких ребят развивается но знаешь я я что мне что не понравилось я тебе честно скажу мне не понравилось что вы вы очень достойны вы очень красивые девушки но иногда в начале когда вот я только это все видел наряды были немножко открытыми то есть вот как-то вот этот момент был я сначала его не понимал а потом понял что у вас существует некая такая зарубежная до тема да когда вы там знаешь как если что там это зависит от конкурса то есть фестиваль который я попала там не было такого там то есть там есть выходы где прям там бикини и т.д. и т.п. но это допустим если твоя религия твоя культура не позволяет ты можешь отказаться в этом ничего такого а есть определенные конкурсы где это прям принципиально то есть если ты хочешь выиграть то есть это нужно то есть должны видеть как бы твои изъяны твои дефекты все прям это это очень обязательно прям а когда ты уже профессионально этим занимаешься и тебе это нравится и у тебя это получается ты уже прям ты уже не смотришь на вот эти вот нюансы потому что в принципе если так брать в самом таджикистане девяносто девять процентов девушек женщин они ходят в купальниках да везде то есть на варзобе в худжанде в нуреке то есть из даже приличные до семи то есть в этом ну для меня это как бы не знаю для меня я я я я я не тот человек который вот знаешь занимается вот этими но там просто что-то сказать я к тому что на все таки вот быть представителем таджикистана в этой индустрии это это классно но существуют все таки какие-то ограничения да я иногда чувствую что ты это тоже понимаешь мы когда допустим я когда организовываю в душанбе в таджикистане да подобные конкурсы у нас нет такого то есть я сама максимально делаю так чтобы не было таких моментов допустим сама я допустим сейчас ну сама я участвовала да много но потом я уже начала работать только с азиатскими конкурсами фестиваля которые есть где нету там такого то что ты должна выходить вот в этом нет там только есть национальный выход вечерний выход и кэжуал все там нет ни бикини ничего такого уже нету я специально обсудил этот вопрос начале нашей беседы потому что мне хотелось просто ее открыть и поставить точку потому что она с одной стороны интересная да хочется там вот так просто знаешь у меня еще такая аудитория в инстаграме то есть как бы я не старалась очищать свой инстаграм я иногда делаю прямые эфиры я иногда иногда делаю прямые эфиры и блокирую некоторых особ да которые ну не понимают понимаешь как бы ты не старалась как бы ты нет они не понимают они все равно не знаю где-то отсталые где-то что-то это я их блокирую вот поэтому в инстаграме я максимально стараюсь не открывать эту тему потому что я знаю то что меня все равно не поймут все равно не поймут никак поэтому я стараюсь не открывать эту тему хорошо хорошо вот смотри я я могу сейчас представить тебя да что вот так ты этим занимаешься ты у тебя такие и такие проекты ты можешь чуть-чуть рассказать про себя чтобы моя аудитория познакомилась с тобой вот расскажи чем ты занимаешься и сейчас у тебя проекты занималась или занимаюсь занимаешься в данный момент данный момент конечно в данный момент я ну я открыла многие из моей аудитории знают что я открыла салон свой также магазин в данный момент я занимаюсь продвижением своего бизнеса помимо этого я веду свой инстаграм где занимаюсь рекламой продвижением там у кого-то новый бизнес у кого-то там что-то это я занимаюсь продвижением их бизнесом продвигаю их рекламирую помимо этого я еще работаю с партнерстве с fashion week тачкистан fashion week им тоже помогаю помимо этого у меня сейчас свой проект вот касательно моделинга и же модель фестиваль сейчас от того что у нас границы закрыты мы никак не можем начать потому что сейчас ну бессмысленно делать кастинги подготавливать девочек парней как это утихомириться я уже сразу же опять начну свой проект мы уже начнем подбирать он набор девочки парней чтобы их подготовить и отправить в корею на фестиваль международный да вот то есть ну в принципе это все сейчас вот с точки зрения тебя как человека который была и и в казахстане и в корее и в сингапуре да то сейчас кто номер один вот в этой части мира не считая европы и штатов азия корея какая страна сейчас просто просто рвет всех серии моделинга да 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 какая страна ну там знаешь как нет такого чтобы прям страна потому что в основном но в китае это очень развито в корее это очень развито я почему тебе задал этот вопрос потому что мне кажется что корейцы сейчас захватывать все они сейчас на первом месте но не то чтобы на первом месте но они сейчас самые активные потому что там и бюджет понимаешь там где большой бюджет и вся страна туда пойдет вот допустим тебе скажут есть конкурс да или же любая другая работа да допустим в корее в штатах в китае в корее тебе будут платить 5000 долларов в китае 3 а в штатах тысячу естественно ты полетишь в корее потому что там идет большая сумма а в корее так и есть там сумма нереально огромная скажи пожалуйста от красоты таджийских девушек кто вот прям удивляется прям вау вот это европейцы это азиаты кто вот вас видит и говорит блин вы кто это ну я тебе так скажу где бы я не была где бы не была моя команда мои девочки вот все страны где мы были они все смотрели на нас вот прям с удивлением с восхищением в плане того что ну у нас все свое во-первых во вторых большие глаза высокие темные брови волосы да как бы но больше всего конечно же в корее они нас видели они просто издалека кричали представляешь это значит такая гордость в плане того что ты в таджикистане да тебя не так уж и ценят а когда ты летишь за границей где страна развитая да там столько красивых людей столько разных лиц но при этом они смотрят на тебя и у них такое восхищение в плане того что они видят говорят вау да они подходят фоткаются для них это необычно большие глаза темные брови высок ну то что мы высокие хорошо а теперь вопрос такой кого ты видишь и говоришь вау себя кого я вижу говорю вау но то же самое вот я допустим вижу вот латинок да допустим афроамериканок я вижу я говорю вау потому что там фигура идет опять таки опять-таки да правильной пропорции вот я их вижу говорю вау допустим они нас смотря на нас говорят вау я чуть-чуть тему поменяю и хочу поговорить про такие конкурсы как мисс вселенная мисс мира там же их много да вот у таджикистана были успехи то есть представитель представитель я тебе так скажу в таджикистане вообще таджикистан ни разу не участвовала в таких масштабных мировых конкурсов как мисс мира мисс вселенная ни разу за всю историю такого не было до нас вообще вот в общем если в общем перестань до нас вообще вот девочки таджики не выезжали за границу то есть не было это вообще разве то не было это мы начали это все после нас уже когда люди увидели людям стало интересно они уже начали это делать до нас этого не было это можно сказать мы первооткрыватели всего этого конкурса которых ты говоришь мисс мира мисс вселенная таджикистан ни разу там не участвовал но сейчас есть какие-то такие разговоры что вот есть со мной связывались многие представители но там знаешь как там такая сумма огромная я не думаю то что кто-то здесь в таджикистане может себе позволить но мы над этим работаем у нас есть в планах чтобы в будущем вот ну где-то вот через годик подготовить прям это уже не душан б а с таджикистана чтобы чтобы мы по регионам ходили выбирали чисто таджичку вот прям чисто таджичку подготовили ее и отправили потому что там прям на самом деле там только взнос два года назад там стоило десять тысяч долларов это 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 было тогда еще а сейчас у них конечно же это все повышается же фатима есть в планах это сделать ты можешь рассказать про про самый 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 серьезный проект которым ты участвовала но это вот это есть айжа модуль фестиваль это самый такой прям потому что там вся азия участвовала там там очень тяжелая конкуренция отлично отлично хорошо поговорим чуть-чуть про тебя ты ты сейчас ты живешь душан бэй вот у тебя сейчас есть свои проекты не кажется ли тебе что ты можешь жить в другой стране и добиться какие-то каких-то других высот или все-таки для тебя стоит задача остаться в таджикистане и быть как бы в своем деле номер один и можешь ли ты себя назвать номер один то есть я просто на самом деле плохо знаком с этой индустрией поэтому через свое незнание я попытаюсь узнать что там происходит я не раз думала о том чтобы переехать я этот я не раз думал это я не раз думала об этом ну о том чтобы переехать потому что были предложения очень хорошие были предложения контракты были я улетала вот я максимум неделю могла в другой стране жить или же две недели если как со мной есть мои подруги да допустим я не могла я не знаю почему меня все равно тянет сюда я скучаю я я возвращаюсь все равно со слезами на глазах уже нет я хочу домой то есть я не знаю почему меня все равно тянется да я не могу долго жить другой стране а так у меня даже до сих пор вот я сижу да у меня бизнес у меня как бы все хорошо идет но я ну вот что то не хватает я полечу куда-то хочу вот говорю нет я останусь я не вернусь в Душанбе, потому что всё равно, ну, страна очень медленно развивается, понимаешь? Трудно, тяжело. А когда ты что-то открываешь, хочешь дальше-дальше идти, ну, есть ограничения, понимаешь? Всё равно не получается. Ты думаешь, бросить всё, уехать, улететь куда-нибудь. Ты улетаешь неделю-две, я о себе говорю, неделю-две, и меня всё равно тянет сюда. Я скучаю по родным, я скучаю по друзьям очень сильно. И всё равно возвращаюсь сюда. А насчёт того, что номер один ну, тут знаешь как? Пусть другие об этом. Номер один у нас Зара. Заре, кстати, большой привет. Привет тебе, Зар. Вам тоже привет. Кстати, Зара говорил про этот момент, что ты каждый раз возвращаешься в Душанбе вот именно с желанием, потому что ты была определенное время в Москве, и ты вернулась в Душанбе. То есть, я в какой-то момент тоже думал, что ты всё, ты переезжаешь в Москву, потому что ты девочка такая активная, о-о-о, всё такое, и вдруг баски в Душанбе. Поэтому, да. Зара немного про тебя рассказывала, но вот этот момент рассказала. Я много куда летала с мыслью, с решением, то, что я останусь там, и я не вернусь в Душанбе. Я буду жить там, и не вернусь. Но всё равно у меня не получается. Я опять-таки меня сюда тянет, я не хочу. Хотя там такие контракты, на самом деле, хорошие предлагаю, да, там столько возможностей, но... Окей, смотри. Всё равно. Очень круто, что мы с тобой начали разговаривать, и я с тобой... Вот сейчас, Фатима, я могу сказать, что я с тобой только-только знакомлюсь. И вот ты рассказала о том, что ты в технологическом училась, у тебя дизайнерское образование, да? То есть, ты не просто такая девочка с большими глазами появилась, сказала, так, я хочу это, я хочу это. То есть, у тебя есть теория, у тебя есть практика и тому подобное. Вот чем бы ты не занималась? То есть, ты бы не пела, не играла бы в кино, или же ты такой человек, который хочет дальше открывать себя больше и больше и больше? Ну, знаешь, я бы не пела, но не потому, что там у меня какие-то эти... Нет, я бы не пела, потому что у меня нет ни слуха, ни голоса в плане... Ну, как бы это... Надо быть таким талантливым человеком, да? Ну, не знаю, я бы не смогла. У меня потому, что нет ни слуха, нет. Я бы этим не стала бы заниматься. Вот Зара бы могла, кстати. У нее голос ангелский просто, я нет. Когда Зара и Фарид видят там все, там Евразия начинается. Это да. Я считаю то, что человек, который берет микрофон и поет, у нее, вообще у этого человека, я не знаю, такая душа должна быть и чистой, потому что... Отсюда, да? Я не знаю, да, чтобы от сердца это было. Знаешь, это нужно... Даже вот песни поют, это нужно с такой прям болью. Окей, окей, остановись вот здесь. Кого ты считаешь вот таким артистом? Вот, кого ты можешь перечислить? Просто интересно. Из артистов, кто вот отсюда поет? В Таджикистане, я считаю. Ну, не обязательно с Таджикистаном. Можешь там, я не знаю, с других стран. Ой, это будет такой длинный список. Давай, если брать Таджикистан, то это... Сейчас там поклонницы, поклонники твоих будут говорить, почему не спросили про артиста, пока я снижал. Если брать Таджикистан, то это, конечно же, Далер Назаров. Респект. Респект, так, дальше. Да, это нереально. Мне нравится, как поет этот... Вчера у тебя прямой эфир был. Чоу Шанбе Алуват. Чоу Шанбе Алуват. Я его обожаю. Тоже очень хорошо поет. Я имею в виду молодежь. Ну, Шабнах свое. Сафар Мухаммад. Да, Сафар Мухаммад. Кстати, один из вопросов, который пришел на страничку по поводу того, чтобы задать тебе вопрос, был такой, встречается ли Фатима с Сафар Мухаммадом? Я не люблю эту желтую прессу и тому подобное, но есть пару фотографий, когда вы мило стоите, и прям такое впечатление, что вы через месяц позвоните мне, скажете, а слышала, ты не будешь организатором? Ходи на свадьбу, да? Да. То есть это слухи всего лишь? Это просто слухи всего лишь. Алло, алло. Короче, она не смешает с Сафар Мухаммадом? Да. Алло, Сафар Мухаммад. Ты же мне другое сказал. Чеба другое. Сафар, он очень талантливый. Он в своем каком-то мире, на самом деле. Который он сам придумал? Да. Я считаю, что он один-единственный такой у нас, ну, среди таджикской эстрады, он прям один-единственный такой, потому что у него и песни другие, и жанры другой. Все, хватит его хвалить. Обычно у нас маленькая молодежь. И потом они расходят с Сафар Мухаммадом. Это все про него. Это неправда. Нет, у меня не было с ним никаких отношений. Он просто мой друг, очень хороший человек, замечательный человек, которого я очень сильно уважаю. Теперь смотри, дальше идем. Ты по поводу артистов сказала, насчет кино. Тебе есть предложение? По-любому в Таджикистане, когда девушка вот симпатичная, все, подходит какой-нибудь продюсер. Мне говорят, я снималась, знаешь, как в короткометражных фильмах, чтобы так прям в кино-кино не, потому что я не актриса. Я не умею играть вот так вот, передавать вот эту роль чужую, да? А раз я не умею, я не хочу за это браться. Зачем? Это так не актрисно. Неужели я слышу от человека, который занимается модой, вот эти слова? Потому что обычно, обычные люди, которые занимаются модой, они настолько талантливы по их версии, что ты думаешь, ёбар, СТ. Нет, я пробовала, я пробовала. Мне говорят, что у тебя очень хорошо получается, но я же вижу то, что это не так. То есть, нет. Моделинг, ну, моделинг, там холодное лицо, холодная походка, то есть там нет ничего такого. А кино это уже более серьезное. Вот Юля, согласись, она молодец, да? Вот называть вещи своими именами. Да, да. Не вот этот телевизионный мир, что да, я могу все. Слушай, у тебя бывает такой момент, вот, допустим, я не могу смотреть свои передачи, я не могу слушать свой голос, но я не могу, мне кажется, что как-то не очень. Голос, да. Да. А у тебя как? У тебя тоже? Ты не можешь? Или ты, наоборот, тебе нравится? Ты говоришь, вот, как красиво. Нет, я, конечно, очень сильно люблю себя, очень сильно нереально, я иногда боюсь этого, но я, допустим, когда со стороны слушаю свой голос, допустим, я такая, бля, что за ужас, уберите, выключите, выключите. То есть, это у меня есть, вот, допустим, голос, я слышу... Самокритичность, да, какая-то? Да, это есть у меня тоже. Это, по-моему, у всех есть, не только у меня. Ну, я не знаю. У Зары такого нет. Зара... Ну, Зара это Зара. Зара слишком самовлюбленная. И она потом очень талантливая тоже девочка. Да. Кстати, Зара сейчас чем занимается? Она просто приехала... Зара... Она приехала поддержать какой-то проект твой? Нет, она... Там же был карантин, она долгое время сидела дома, она просто очень сильно скучала. И я ей отсюда, приезжая, 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 приезжая. И она решила просто приехать на 2-3 месяца, чтобы как бы побыть со мной и отдохнуть, увидеть родных. Она еще и по родным скучала очень сильно. Она тут на время. Там у вас на страничках собачка какая-то появилась. Это чья собака? Это моя, и она была, она не появилась. Она со мной уже где-то 5 лет, что ли. Да. Ничего себе. И как ты называешь эту собачку? Баффи. Кто-кто? Баффи. Баффи. Ой, маму, Рамба. У него вообще-то, у этой собачки больше поклонниц и поклонников, чем у меня. У меня, не у тебя, у меня. Все, до свидания. Это был эфир с Фатимой. До новых встреч. Нет, серьезно. У него очень много. В Москве, вот, допустим, когда я слежу за людьми, у которых есть собаки, они с ними общаются прям как с детьми своими. У тебя тоже такое отношение, или, как, вот по-протажистки, собака есть собака? Нет, 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 нет. Он такого нету. Я с ним разговариваю прям, как вот с тобой разговариваю. Патима, ты меня убила, молодец. Нет, я имею в виду... Вот, ладно, вот как я с Зарой разговариваю, так же я и... То есть это мой ребёнок, понимаешь? Я его взяла, когда ему было два месяца. Я его вырастила, он меня понимает. Он реально как вот ребёнок. Прости, а когда куда-то ты уезжаешь, он плачет? Я беру его с собой. Я его с собой беру. На все поездки, на все это... Он всегда со мной. Можно я тоже у тебя буду жить? Вам там не разрешат. Слушай, у меня одна знакомая, и мы шли её... То есть домой там вещами помогать. Я видел первый раз в своей жизни, как вот такая же собачка, как у тебя, стояла и понимала, что она уезжает. Я видел слюзы собаки. Вот это просто... Я вот тогда понял, что на самом деле это какая-то связь. Ладно, сейчас мы начнём. Вот почему про кошек не говорите, почему про рыбки не говорите. Вернёмся к тебе. Вернёмся к тебе. Окей. Давай поговорим, знаешь, про что? Вот ты думаешь, в течение пяти ближайших лет, что может хорошего произойти в твоей сфере? И где ты будешь, вот, инициатором, или оно само будет происходить? Типа, мои планы на ближайшие пять лет? Нет, нет. Я хочу сказать о том, что вот Таджикистан, он сейчас будет быстро развиваться в этой сфере, да? Мода. Ну, знаешь, вот смотри, когда вот появился Инстаграм, вот появились соцсети, Таджикистан очень быстро начал развиваться. Вот серьёзно. Люди начали видеть что да как. В плане одежды, в плане косметики, в плане всего, да? Люди очень начали быстро развиваться в этом плане. И это всё благодаря вот интернету, соцсетям и т.д. и т.п. Но опять-таки, если сравнить наш город, нашу страну, ну, скажем, с Узбекистана, да? Вот, допустим, далеко не будем этот сравнивать. Мы отстаём одних лет на десять. Я надеюсь то, что... Я могу просто надеяться, а говорить то, что прям да, мы прям этот, я не знаю. Но мы реально уже быстро развиваемся. И всё равно отстаём. Прости, пожалуйста, сейчас в Таджикистане сколько вот таких агентств... Как их назвать? Модные агентства, да? Модельные агентства? Модельные агентства. У нас сейчас модельные агентства, в принципе... Я знаю только одно модельное агентство, это опять-таки Таджикистан Fashion Week. То есть, ну, я имею в виду серьёзное агентство. А то, что... Ну, по-моему, больше и нету у нас, не знаю, если честно. У нас... Почему я говорю про Fashion Week? Потому что там реально идёт, что в год два раза показы. Все страны прилетают, дизайнеры прилетают. Есть одежда, да, допустим. Не только наша одежда, а привозная, да, допустим. И там такие страны, на самом деле, и такие хорошие дизайнеры. Я бы, допустим, если я была бы начинающей моделью, которая только-только начинает, да, моделингом заниматься, я бы пошла бы к ним. Потому что там есть карьерный рост, там реально обучают и там реально отправляют на другие конкурсы, чтобы участвовать. То есть только вот Fashion Week и всё. Патима, назови, пожалуйста, трёх моделей из Таджикистана, которые по твоей версии просто вау, крутые. Прямо вот профессионалы. Девушек? Я не знаю, может быть парень какой-то есть там, в Дусмуроте. Да, у нас, кстати, у нас чем, вот я заметила, мне раньше писали в основном девушки. В этом году 80% это парни и где-то 20% это девушки. И парни на самом деле очень хорошие, у них очень хорошие данные. А кто у нас тройка, да? Это Софина Гаебова у нас. Ну, Зару я не буду считать уже, потому что она уже москвичка у нас идёт. Она у нас не отсюда. Софина, второе место. Так, Софина. Кто у нас ещё? Ну, это я имею в виду те, которые уже участвовали в конкурсах, да, то есть летали. А так, опять-таки, больше никого и нету в принципе. А, была ещё Насиба Наймханова, но она вышла замуж, тоже уже не занимается этим. Можно мы этот момент чуть-чуть разберём, да? Давай. Вот эти моменты по поводу... Восток дело тонкое, да? Появляются отношения. Очень. Твой парень может сказать, девочка моя, всё. Вот у тебя как с этими ситуациями? Во-первых, попроси, пожалуйста, что я лезу как бы не туда. Ты сейчас в отношениях? Нет. Вот. А если вот сейчас отношения начнутся и тебе он скажет, Фатима, я тебя очень сильно люблю, но скажи, прощай своей вот этой теме. Что ты ему скажешь? Ну, во-первых, человек, который меня очень сильно любит, он никогда мне не скажет, бросая дело, которое ты... Нет, он скажет, он тебя очень любит. Он такой собственник, он скажет, Фатима. Он ему скажет, Фатима. Всё. Давай вот представим эту ситуацию, когда он тебе ставит условия. Как ты реагируешь на это условие? Если честно, я даже не знаю, знаешь почему? Потому что я с этим не сталкивалась никогда. Да. У меня никогда не было такого, и не знаю. Но если я этого человека прям полюблю, прям это такой достойный человек, который прям, я не знаю, там уже идёт семья, и прям, может быть, да, почему бы и нет, но опять-таки я не знаю. Отлично. Может быть, и нет. Может быть, и да, я не знаю. Нет, очень правильно ответить. Это зависит. Просто знаешь, какой человек. Я вообще считаю, что мужчина, если он захочет, чтобы вот женщина сидела дома, он сделает для этого всё, и она реально будет сидеть дома. Я на самом деле мог бы разобрать эту ситуацию, я бы мог бы подольше с тобой поговорить, но мы это сделаем какой-нибудь там другой эфир. Причём, я знаешь, что я думаю, мы можем в следующий раз с тобой в эфире встретиться, когда вот эта тема движуха начнётся по поводу Таджикистан Fashion Week. Да-да-да, кстати, это уже скоро будет. Потому что мы должны были с тобой встретиться, когда это должно было быть? Короче, тогда... Это когда я хотела мероприятие сделать своё, и хотела, чтобы ты прилетел, и... Да, потом случилась вся тема, ты была официальным лицом своего уже... Я не знаю, ты пропадаешь или я пропадаю. Алло. Алло. Я пропадаю. Ты... Я... Ты... Отлично. Всё. Короче, блин, я даже забыл свой вопрос по поводу того, чтобы ты была лицом своим. Короче, в этом году, когда будет уже следующий момент, когда все дизайнеры соберутся? Всё будет теперь зависеть от этих авиапсоршений? Рейс, да. Да, как вот рейсы откроют, так сразу. Это примерно сентябрь-октябрь, октябрь, по-моему, если я не ошибаюсь. Но, учитывая, что ваши женские чары, они сильнее, чем наши мужские чары здесь, может быть, у вас есть больше информации, что говорят про возобновление авиасообщения? Есть какие-нибудь слухи, которые ты слышала? Да, я слышала. Ну, я слышала то, что это будет ещё не скоро. То, что сентябрь-октябрь – это неправда. Но и то я... Я не знаю. Потому что говорили, что в августе откроют, и это говорили ещё тогда. Ничего не открыли. Потом начали говорить то, что в октябре. И опять-таки, я не знаю, может быть, откроют, а может быть, нет. Да. То есть сейчас никто не может сказать. Мне, кстати, нравится, Батима, как ты отвечаешь на мои вопросы, потому что я не ставлю тебя неудобно положить, ты как бы, знаешь, так-так-так. И да, и нет. И да, и нет. Как бы ты обсуждаешь мои некие слухи. Ну так, да, да. Молодец, молодец. Хорошо. Давай тогда зададим пару вопросов, которые отправили наши зрители. Вернее, твои поклонницы. Первый вопрос был по поводу того, что очень интересно, читает ли книгу Фатима. Не знаю, почему. Книги? Сначала три-четыре вопроса повторялись по поводу читения книг. По поводу твоих фильмов, которые ты любишь смотреть. Вот чуть-чуть расскажи про это. Потому что больше было про это. Потому что людям же интересно, что ты читаешь, что ты смотришь, что ты слушаешь. Давай, чуть-чуть расскажи. Вот честно, честно, честно. Читала я, когда училась в школе и в университете. Как я закончила, я бросила читать полностью. Я не буду брать. Я, когда, допустим, лечу куда-нибудь, либо же еду, я слушаю эти... Есть такая программа, там ты ставишь, и вот эти книги, которые выходят, там голос идёт, и ты слушаешь просто. Вот. Я могу послушать, допустим. Аудиокниги. Да, аудиокниги. И то это бывает очень редко. Насчёт фильмов я, по большей части, смотрю Netflix. Это сериалы. Ага. Вот. И их так много. Ты можешь назвать мне любой сериал, любой фильм. Я уверена, что я смотрела это. Я прям киноманка. И определённо я не могу сказать, вот этот фильм мой самый любимый. Нет. У меня их очень много. И среди сериалов, и среди просто вот трёхчасовые, которые идут. То есть я прям киноманка, киноманка. Я даже очень обожаю мультики смотреть. То есть я смотрю всё прям хорошее, интересное. Но больше всего те, которые сняты на реальных событиях. Отлично. То есть ты изразила тех людей, которые смотрели все, я не знаю, сезоны Игры Престолов. Конечно, это же Игра Престолов. Хорошо. Тогда вот обсуди со мной вот эту концовку. Когда вот всё, он подошёл к концу. И вот эта концовка, она тебя огорчила? Или ты сказала, нормально? Да, я разочаровалась. Единственный момент, где... Ну, блин, если мы сейчас это будем обсуждать, это будет вечность. Хорошо, тогда... Да, я разочаровалась чуть-чуть, на самом деле. Ага, ага. Какой фильм ты смотрела очень много раз? Очень много раз. Я смотрела «Хатика» очень много раз. Я очень много раз смотрела «Гарри Поттера». Я очень... Я даже индийские фильмы смотрю, веришь, нет? Я их пересматривала даже. Вот. Я очень много смотрела «Законопослушный гражданин». Я понял. Знаешь, я сначала вообще не любил задавать такие вопросы, но потом в какой-то момент я понял, что задавая такие простые вопросы, можно от ответов приблизительно такой портрет нарисовать человека. Ну да. Я от ответа на то, что у тебя нет такого понимания, как любимый фильм, любимая музыка. Это значит, что ты вот открыта для всего мира, и тебе может понравиться в какой-то момент шашмаком. Ты в какой-то момент можешь посмотреть «Большой куш Гая Ричи», в какой-то момент можешь посмотреть документальный фильм про грибы. То есть ты вот такая. Да. Отлично. Я люблю еще. Хорошо. Давай поговорим про твое окружение. Вот у тебя много друзей, у тебя много подруг. Как это обстоят дела вот с этими моментами? У меня очень много знакомых. Понятно. Спасибо. Это очень хороший ответ. Слушай, а ты часто слышишь такой вопрос? Ну, Фатима уже не та, она уже зазналась. Или все говорят, Фатима, какой была скромняшкой, вот такой и осталась. Я слышу очень часто такие фразы, как «Ой, а вы такая хорошая, оказывается, а мы думали, вы такая стерва». Вот я что слышу. То есть, когда меня люди видят со стороны, издалека, они думают, ну, что за стерва, да, там. Они даже боятся подходить, там, я не знаю. А когда уже начинают со мной разговаривать, какой-то диалог, когда идет, они говорят, «О, слушай, а ты, оказывается, неплохая». Я говорю, окей. Сколько нужно секунд тебе, чтобы понять, что ты можешь дальше общаться с человеком или нет? Вот этот контакт у тебя как происходит? Кому-то нужно несколько секунд, кому-то нужно несколько минут, кому-то нужно несколько лет. Не знаю, знаешь, я как-то со всеми быстро нахожу общий язык, и у меня нет вот сложности с людьми в общении. Ну, не знаю. У меня не было такого, что я вот, допустим, с человеком поговорила, да, то есть человек со мной начал разговаривать, как бы, и мы начали общаться, а у меня такого ни разу не было, что мне человек не понравился. Мне человек может не понравиться со временем по поступкам. То есть человек что сделал, я сделала для себя выводы, и я уже начинаю, как бы, отдаляться, то есть держаться вот на расстоянии, да, допустим, вот. Но при этом не разбираться, ничего нет. Просто сделала свои выводы, и все. При этом, Солома, Олег, все хорошо, все нормально, все пока. То есть у меня вот, вот как-то так. Когда ты последний раз плакала? Я не спрашиваю, почему, просто когда ты последний раз плакала? Когда я последний... Сейчас давай вспомнись для начала. Так, когда я последний раз плакала, когда я последний раз плакала. Я правда не помню, когда я последний раз плакала. Хорошо, когда ты последний раз от души смеялась? Прям вот так. Вот сегодня. Вот так, прям. Сегодня, вот мы сегодня вечером сидели с девочками, и вот целый вечер мы смеялись. Мы угорали прямо, мы не просто. Такой материальный вопрос к тебе. Сколько тебе нужно денег для комфортной жизни на месяц в Душанбе? Это от зрителей. На месяц в Душанбе? Вот сейчас будет эксклюзив, дорогие друзья. Все журналы, газеты сейчас будут. Ах, не что узнал. Сколько нужно тысяч долларов? Давай, скажи. Скажи, чтобы все охренели. Ну, если в Душанбе, прям вот, если я живу в Душанбе, то минимум... Ну, так, не выезжая там в Арзу, в Гесар, а вот в Душанбе. Скажи, скажи. Если в Душанбе, это прям минимум 3 тысячи долларов в месяц я трачу. Это минимум. Это еще когда у меня ограничения идут. Юлия, чем я сейчас занимаюсь, это полная херня. Я уезжаю в Душанбе, я уезжаю в Душанбе, я буду моделью. Короче. Алло, алло, полно я в Душанбе. Нет, 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 слушай, смотри. Кстати, на счет этого модели в Душанбе, можно сказать, они вообще не зарабатывают. Абсолютно. То есть, это не так... То есть, как тебе сказать? Вот певцы, допустим, они зарабатывают хорошо. Потому что там идет свадьба, как бы есть. Свадьба, свадьба, свадьба. Свадьба, свадьба, еще раз свадьба. Все. Это все, на чем они зарабатывают. А касательно моделинга, модели зарабатывают очень мало. Очень мало. Я, допустим, до того, как открыла бизнес, я тратила в месяц, смогла тратить в месяц где-то вот, ну, тысячу долларов, да, скажем так. Вот, это моделинг и семья, допустим. Ну, еще и мой бывший парень. А, допустим, сейчас, от того, что есть бизнес, как бы, есть этот Инстаграм. Я же еще и зарабатываю по части блогера же. То есть, там, этого прорекламировала, того прорекламировала. То есть, это тоже деньги, как бы. Ну, еще и моя работа теперь. Прости, пожалуйста, Инстаграм сколько денег тебе приносит? Если это не конфиденциально, если ты не имеешь никаких обязательств перед каким-то... Да нет, все нормально, я могу ответить. Это зависит, опять-таки, от рекламы. Если у человека готовый материал, то есть, он отправляет мне готовую фотографию, готовый ролик, который я просто откладываю. Прости, пожалуйста, я не про этот процесс, я говорю, вот в среднем Инстаграм тебе в месяц сколько приносит? А, это по-разному, знаешь. Иногда бывает то, что в неделю от Инстаграма я зарабатываю 500 долларов, да, в неделю. Иногда бывает, в неделю я зарабатываю полтора тысячи баксов. Иногда, это по-разному бывает, потому что одна моя реклама, если там мое лицо идет, это 500 долларов. То есть, одна реклама, где там мое лицо. А там, где нет... Ты, кстати, у меня пару друзей есть, которые обращались к тебе за рекламой. Они считают то, что ты, то есть, ты сейчас одна из тех в Таджикистане, мнение, которым... То есть, у тебя есть определенная аудитория, которая слушает тебя. То есть, если ты кушаешь пончики такие, они кушают такие пончики. Поэтому это... Мне кажется, что ты должна к этому относиться... Вот к чему я сейчас веду. Мне кажется... Прости, пожалуйста, если я лезу не с твоей зоны. Мне кажется, что ты должна вот прям быть настолько... Вот настолько много... Короче, у тебя вкус настолько должен быть хорошим, что вот твоя аудитория, она должна с тобой воспитываться. То есть, не то, что тебе заплатили деньги, да, и ты такая, все, ребята. То есть, у тебя должен быть вот такой момент, что ты можешь и не рекламировать это, потому что тебе не нравится, потому что это некачественно. Поэтому, мне кажется, что... Это еще раз не мое дело, но мне кажется, что фактически над этим должна прям четко и жестко работать. Я еще просто, знаешь, я очень ленивая. Я очень ленивая. Допустим, свой Инстаграм я нормально не веду. Я вообще... Я вот в последнее время начала его вести, и то потому, что открыла бизнес. А так до этого я вообще не вела Инстаграм свой нормально. Если взяться за это, то да. Но я такой ленивый человек, на самом деле. Я говорю, да, я буду это делать, то делать, все делать, и на завтра ничего не делаю. Да, Фатима, я хочу, чтобы все вот зрители, 674 человека, заметили и отметили этот момент в нашем с тобой общении, в общении с Чоу Шамбе, в общении со всеми ребятами, которые были. В 90-х случаях, в моей работе, в твоей работе, в работе других молодых ребят, нас постоянно критикуют. Я знаю. Вот что бы мы ни делали, критикуют, критикуют. И только малая часть, которая нас от души поддерживает. Вот сегодняшний мой эфир, это знак и символ уважения к тебе и поддержки к тебе. Поэтому кто-то сейчас подумает, что я такой, знаешь, Фатима, я хочу поддерживать тебя. Я считаю то, что при вот этой поддержке ты можешь еще больше делать, еще лучше делать. Это мотивирует, знаешь, очень сильно. До конца нашего эфира остается ровно 20 секунд. Я приглашаю тебя на второй час, чтобы резюмировать наш разговор, да, чтобы так красивенько концовку оформить. И потом сказать такие слова, чтобы прозвучала низкая музыка, и ты говорила там что-нибудь красивое. Хорошо? Дорогие друзья, приглашаю вас на второй час. У нас сегодня в гостях Фатима, который настолько искренне сейчас ведет прямой эфир, что мне кажется, ее готов пригласить Малахов на свою программу. Не переключаемся. Не переключаемся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...